Почему же возникают дефициты витаминов и микроэлементов? Грубо говоря, почему же человек болеет? Помимо химии, помимо обездвиженности, помимо всего. В этом видеоролике я расскажу, почему бесконечно люди принимают БАДы и что БАДы, как говорят гады, что на это влияет. Что влияет на то, что мы испытываем дефициты? Первое, это недостаток питательных веществ в рационе, в продуктах питания, либо истощение почвы. Вы же не можете проверить, что находилось в почве. Ферментативная дисфункция вследствие наличия генетических полиморфизмов. То есть здесь высокие дозы некоторых кофакторов, которые являются витамины и микроэлементы. Наличие уже существующих патологий, в частности гипохлоргидрия, как это по-русски сказать, по-простому, но снижена кислотность. То есть у многих пьют обычную воду, потому что вода полезна, но у них, например, нехватка хлоридов в организме, из-за этого кислотность снижена, из-за этого белки неправильно усваиваются, точнее не усваиваются, начинает бродильная дисперсия возникать в кишечнике, и разные на этой почве уже проблемы. Следующий момент – это, например, генетические полиморфизмы. У некоторых, вот у меня, я свои знаю, B12, витамин D, фолиевая кислота и что-то еще было. Но это по генетике я должна восполнять БАДами, если я не уверена, что у меня все идеально работает ЖКТ. Покажите мне хоть одного человека, у которого идеально работает ЖКТ. Не знаю таких, даже врачей, которые с экранов телевидения, грубо говоря, рассказывают разные там лекции. Хронические инфекции, гипотиреоз, заболевание печени, либо ферментативная недостаточность поджелудочной, либо билярной секреции, некоторых болезней кроноцелиакия, да, возникает. И тут уж понеслась, кто во что гораст. Дефицит цинка влияет на абсорбцию, транспорт метаболизма, например, витамина А. Дефицит белка оказывает прямое влияние на дефицит витамина А. Недоношенные дети испытывают вообще кучу дефицитов. Например, дефицит витамина В1 – это алкоголизм или проблемы ЖКТ. У некоторых происходит это, потому что тиаминаз в рационе, который разрушает тиамин, да, находится, например, в сырой рыбе, да. Антитиаминовые факторы там в кофейной кислоте есть, таниновой кислоте и, ну, куча-куча всяких таких моментов. На абсорбцию влияет там голубика, черная смородина, свекла, брюссельская капуста. То есть здесь очень индивидуально. Витамин В2 тоже у некоторых в дефиците, так как некоторые металлы в хилатной или в комплексной форме могут оказывать влияние. Витамин В3 – тут и алкоголизм, и болезнь крона, и анорексия. Витамин В6 – это бывает и астма, и тоннельный синдром, и гестационный диабет, и диализ, и уремия, и болезни печени, и ревматоидный артрит, и ВИЧ. В В6, например, тут тоже много таких вопросов. В В12, важно помнить, что происходит через рецепторы участки повздошной кишки, да, в присутствии кальция, нет кальция, опять-таки не всасывается. У некоторых диабет, лейкоцитоз, гепатит, цирроз, ожирение, плохое переваривание белка, и опять тоже какая-то проблема. В В9, тут и гепатериоз, и беременность, и гемолитическая анемия, и интенсивная терапия, и онкология. Биотин, бывает и ахлогидрия, и алкоголизм. При алкоголизме и анемии тоже витамин С сложно всасывается. В общем, я могу так говорить про каждый витамин, и витамин Д, и Е, и К, и магний в дефиците. Тут в бесконечном и железо, селен, цинк. Ну, короче, по-простому, ребят, если у вас есть хоть какие-то системные заболевания, старайтесь максимально просматривать мои видео, как улучшить здоровье ЖКТ, как себе там, что подержать. Потому что вот все, что я называю, это провоцирует разные неблагоприятные состояния потом в дальнейшем. Подписывайтесь. Пока.